Уважаемые коллеги, уважаемые президиумы, дорогие друзья. Наш сегодняшний доклад посвящен теме медикаментозной терапии симптомов нижних мочевых путей при доброкачественной геоплазии предстательной железы и эректильной дисфункции. В своем докладе хотелось бы показать именно современный подход к лечению данной группы пациентов. Я для начала хотел бы показать статистику нашей клиники, которая располагается на базе областной клинической больницы города Екатеринбурга. На этом слайде видно, что за год проходит пациентов с доброкачественной геоплазией больше 6 тысяч пациентов. И с эректильной дисфункцией, вы видите, на этом слайде очень хорошо видно, что пациентов с эректильной дисфункцией достаточно мало. Хотя мы прекрасно знаем, что пациенты с доброкачественной геоплазией предстательной железы, это 60-70% пациентов, у которых присутствует эректильная дисфункция. Но статистическая программа не позволяет на данный момент обрабатывать два диагноза. Что же мы на сегодняшний день используем для лечения пациентов с доброкачественной глибозией предстательной железы? Это данные Владимира Николаевича Ткачука из его книги «Медикаментоза лечения ДГПЖ». Это, естественно, альфа-1-адреноблокаторы, это ингибиторы 5-альфа-редуктазы, это растительные препараты и биорегулирующая терапия, если ее можно так назвать. Терапия эректильной дисфункции за последнее время, с начала 60-х годов, существенно изменилась. Это на раннем стадии, если в середине прошлого века использовалась операция на ранних стадиях эректильной дисфункции. Далее идет эволюция помпы, импланты, инъекции. И с 90-х годов появляются переральные препараты по требованию. И в 90-х годах, как я уже сказал, эректильная дисфункция считается биохимической проблемой. И установлено, что оксид азота является основным медиатором эрекции. И начало применения селденофила как первого эффективного оперального средства для лечения эректильной дисфункции. На этом слайде показаны существующие сегодня ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, которые показали практически одинаковую свою эффективность при всех клинических исследованиях. И некоторые преимущества есть у тадолофила и ауденофила, в связи с тем, что препараты в период полуведения более длинный, длительный период полуведения, и они практически не зависят от приема пищи. И нюансы лечения ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа заключаются в том, именно по требованию препарата, что связь приема таблетки и сексуальная активность присутствует, при этом отсутствует спонтанность и психологический дискомфорт у некоторых пациентов. Какие клинические рекомендации 2013 года? Европейская ассоциация урологов представила алгоритм выбора консервативного медикаментозного лечения пациентов с симптомами нижних мочевых путей, которые присутствуют при доброкачественной гипплазии предстательной железы. И на этом слайде видно, что наравне с назначением альфа-1 адреноблокаторов используются ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. И видите, да, что при наличии симптомов нижних мочевых путей ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа показали свою эффективность. Изначально считалось, что причиной симптомов нижних мочевых путей при ДГПЖ является обструкция, вызванная увеличением размеров предстательной железы и сокращение шейки мочевого пузыря. В отличие от этого, современные представления имеют такой вид, что все-таки механизмы в основе симптомов нижних мочевых путей это изменение расслабления или сократимости гладкой мускулатуры, это недостаточный приток крови, это нарушение нервации эндотелиальной функции и наличие воспаления. И изофермент фосфодиэстеразы 5-го типа, он блокирует опосредованное оксидом азота расслабление гладкой мускулатуры и располагается улучшение в мочевом пузыре пристательной железе и в уретре. Механизмы улучшения мочеспускания у пациентов при приеме ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа на сегодняшний момент все исследователи до конца не пришли к единому мнению все-таки какой механизм является основополагающим в улучшении лечения данной группы пациентов. Но в беседу с коллегами, которые занимаются лечением данной группы пациентов, мы все-таки пришли к выводу, что, наверное, основополагающим механизмом является все-таки улучшение кровоснабжения в малом тазу и в связи с этим уменьшение симптомов нижних мочевых путей. Я покажу несколько слайдов по использованию тадалафилов, несколько клинических исследований, использованием тадалафилов, которые назначаются один раз в день для лечения нарушений мочеспускания при доброкачественной эквазии пристательной железы. Вот первое исследование – это исследование подбора дозы, где использовался тадалафил в дозе 2,5, 5, 10 или 20 мг. Дизайн исследования, чтобы в последующем не останавливаться, он, в принципе, типичен для данных исследований. В этом исследовании было более тысячи пациентов из исследовательских центров по всему миру. Критерии отбора – это возраст, равный 45 и более лет. Это наличие симптомов нижних мочевых путей и наличие доброкачественной эквазии пристательной железы. Также оценивались по шкале APSS, наличие балла APSS, и максимальная равнялась от 4 до 15 мл в секунду. И также оценивались в последующем, оценивалась симптомы нежелательных явлений, и, естественно, динамика симптомов нижних мочевых путей. Исследование проводилось по стандартной схеме. Это период вымывания, вводный период плацебо по 4 недели. И далее пациентам началось или плацебо, или тадалофил в дозировках, о которых я уже сказал. И что же получили при данном исследовании подбора дозы? Видно, что по сравнению с плацебо тадалофил значительно лучше влиял на улучшение APSS, и при этом при подборе дозы препараты 5, 10 и 20 мг чуть увеличивалось качество жизни, уменьшалась симптоматика APSS при увеличении дозировки, и, но дозировка 5 мг, она практически сопоставима с другими дозировками и очень выгодно отличается от группы плацебо. И основные результаты, которые получили, вот опять же, что APSS улучшается, Q максимально увеличилась по мере увеличения дозировки тадалофила, но данные изменения были относительно небольшими и статистически не отличались от результатов, полученных при группе плацебо. И существенное, да, я не сказал, что оценивалась еще ретильная функция по шкале МФ, и существенное улучшение плацебо по шкале МФ у мужчин с симптомами нижних мочевых путей на фоне ДГПЖ. Нежелательные явления были сопоставимы с группой пациентов, которые получают тадалофил. Вот другое исследование продолжено, это тадалофил назначаем один раз в день для лечения также симптомов нижних мочевых путей, и открытый период исследования продолжительностью один год. Дизайн этого исследования сопоставим с предыдущим, также назначается плацебо, тадалофил в различных дозировках от 2,5 до 5 мг. И 428 пациентов они решили продолжить это исследование. И по прошествии одного года терапии тадалофил в дозировке 5 мг, назначаемый один раз в день, характеризовался хорошей переносимостью, лишь несколько пациентов достаточно завершили участие в исследовании, по причине нежелательного явления. Улучшения, указывающие на эффективность, наблюдаемые по окончании 12-недельного плацебо контролируемого периода, сохранялись и после дополнительного одного года терапии. Долгосрочная терапия тадалофил в дозировке 5 мг, назначаемый один раз в день у мужчин, страдающих симптомами нижних мочевых путей, характеризуется благоприятным профилем пользы и риска. Действие тадалофила на симптомы нижних мочевых путей у пациентов как с эректильной дисфункцией, так и без эректильной дисфункции. Опять же, дизайн исследования, плацебо контролируемое, не буду останавливаться, дизайн исследования, он схож с предыдущими. И что исследователи получили в итоге? Изменение исходного балла по шкале ИПСС на момент окончания терапии, он заметно лучше в группе препаратов 5, 10 и 20 мг. И пациенты с симптомами нижних мочевых путей практически сопоставимы у пациентов для с эректильной дисфункции и без эректильной дисфункции. По прошествии 12 недель терапии изменение симптомов нижних мочевых путей на фоне ДГПЖ, как я уже сказал, были схожими у мужчин как с эректильной, так и без эректильной дисфункции. Вот рандомизированное плацебо контролируемое исследование с параллельным дизайном. Что же в этом исследовании было такого? У этих пациентов использовалось также, например, с плацебо, тадалофил и сравнение с тамсолазином. Что же все-таки интересные данные, которые получили? Общий балл по шкале ИПСС у пациентов, принимающих тадалофил и у пациентов, принимающих тамсолазин, он практически схожий. И даже в группе тадалофила было несколько лучше общий балл по ИПСС. Но при этом по шкале МИФ значительно лучше отличался тадалофил, улучшение по шкале МИФ в отличие от тамсолазина. И может быть в пользу тамсолазина то, что объем осадочной мочи несколько больше уменьшался, в отличие от тадалофила. Причем влияние на максимальную скорость потока мочи практически одинаково. И также на ИПСС. И какие выводы этого исследования? Что тадалофил и тамсолазин, назначаемые один раз в день, способствовали существенному улучшению симптомов нижних мочевых путей на основании общего балла по шкале ИПСС. И оба препарата способствовали улучшению максимальной скорости потока мочи в течение 12 недель терапии. Тадалофил, но не тамсолазин, способствовал существенному улучшению балла по шкале МИФ. И профили нежелательных явлений при использовании, при применении тадалофила и тамсолазина, они соответствовали ранее сопоставимым, установленным. Что же можно сказать о комбинированной терапии? В комбинированной терапии было проведено исследование о эффективности и безопасности применения тадалофила в сочетании с финостеридом на протяжении 6-7 недель. Также рандомизированное клиническое исследование, плацебо контролируемо. Дизайн исследования оставался таким же. Также периоды вымывания, вводный период плацебо. И использовался тадалофил в сочетании с финостеридом или использовалось плацебо в сочетании с финостеридом. Что же получили в итоге этого исследования? Динамика по шкале ИПСС была лучше у пациентов, принимающих тадалафил и финостерид, значительно лучше МИЭФ у пациентов, также принимающих сочетание данных препаратов. И какие же выводы были получены? Спасибо за внимание.